Лепщики-пельмени, газосварщики, мерчендайзеры, администраторы и даже брокеры. Такие вакансии готов предложить сегодня рынок труда. В Благовещенске впервые прошла ярмарка вакансий для пенсионеров. Около 150 человек пожелали найти работу. И третьи из них получили приглашение. Вообще же, среди людей пожилого возраста, желающих работать на пенсию, многие имеют высшее образование. Какие специальности оказались на пике востребованности, расскажем прямо сейчас. Более 50 вакансий и явно больше претендентов. Галина Михайловна сидеть дома не привыкла. Она постоянно в статусе работающего пенсионера. Общение, да и деньги, не на последнем месте. Тем более, признается, съездила на море за границу. Понравилось. Хочется ни в чем себе не отказывать. Пенсионеров не везде берут. Думают, что мы уже рухлить. Например, мы поехали по объявлению в газете с подругой в нахладокомбинат устроиться упаковщиками. Но нам сказали, что мы пенсионеров не берем, потому что тяжелая работа. А я думаю, что мы бы молодые у нас не держатся. А я думаю, мы бы выдержали, потому что мы закалки-то. Для этих работодателей возраст не показатель. Да и выбирают сотрудников не по половому признаку уж точно. Важнее целеустремленность. А знание – дело наживное. Все зависит от личных качеств человека. А насколько они готовы работать и зарабатывать в нашей компании. Если есть у человека стремление, то, конечно же, этот человек будет зарабатывать в нашей компании. Работа на международных финансовых рынках, кстати, оказалась наиболее заманчивой. Трейдеры, брокеры, понятия для пенсионеров, конечно, незнакомые. Но образование у многих оказалось соответствующим. Да и условия труда подходящими. Неполный рабочий день, тем более на дому. Заработок до тысячи в день. Анкеты разобрали мгновенно. Нет стало по востребованности вакансия в банке. Специалист по привлечению людей пожилого возраста. Для получения пенсии не на почте, а через банк. Правда, для бывшего экономиста Галины Павленко выгоднее оказалось устроиться уборщицей на подработку вечером. По утрам она уже занята. Также мытьем полов. Я вообще экономист. У меня высшее образование. Но уже все это новое и все это. Поэтому, по-моему, я бы уже не смогла. Это заново все учить, заново. Это уже тяжело. И, в принципе, целый день уже как бы мне уже тоже работать. Мне вот охота вот так вот сходил, поработал, пришел. Ярмарка показала, работать пенсионеры хотят. А могут ли – покажет время. Организаторы, по крайней мере, уснили, что проводить такие ярмарки нужно и в других городах области. Работодателям есть что предложить. А спрос после 55-60 есть всегда. Людмила Веселова, Игорь Карпов. Новости дня. Информационное агентство «Порт Амур».